добрый вечер дорогие друзья уважаемые соседи коллеги снова на канале культурного центра вдохновения онлайн-экскурсия моё ясенево с вами я иван митин много где мы с вами побывали у нас уже 11 остановка сегодня но вот есть одно ясеневское место которое вы готов поспорить видели ну просто чаще всего да ну тут разгадка простая это собственно вот мой дом да вот это вот сейчас вам покажу наконец-то расцвела сирене вот ее тоже вы может быть видели обычно в таком состоянии да так вот к чему это все в моем доме 17 подъездов вот значит по вообще звучит довольно солидно тогда что это довольно много но по ясеневским меркам специально вот этот проверял на самом деле не так много помните у нас несколько эфиров назад была встреча про зайца и про азовского 5 корпус 1 там у нас 24 подъезда да вот полно у нас домов где 19 подъезда у меня всего 17 на этом фоне мы вообще прям какие-то малыши так вот сегодня наконец мы отправимся в самый длинный жилой дом ясенева вот некоторые считают что он самый длинный розовый дом в москве вот ну вот это требует немножко дополнительного исследования но я думаю что в принципе это близко к правде днем подъезда в целых 25 вот и адрес его литовский бульвар дом 3 корпус 2 вот думаю что ну надеюсь что кто-нибудь есть до из этого дома вот вообще было бы здорово будем говорить про его двор поэтому про айвазовского 6 стоящий напротив замыкающий двор с другой стороны тоже конечно про гаражи правда это вражек с леском вот будут на всякие разные истории а завершит видеоролик который мы с вами подготовили небольшая классификация гейсенских домов и соответственно ясенских подъездов но шуточная конечно разумеется но думаю что вам она понравится вот пишите в комментариях сколько подъездов в вашем доме посмотрим кто меня перегонит вот и давайте с вами посмотрим что мы для вас подготовили поехали мы живем в доме литовский бульвар дом 3 корпус 2 в этой длинной головоломочке розовой все таксисты удивляются какой подъезд восемнадцатый игру так это середина дома еще вот ну вот мы выходили так проходили мимо садика там такая горочка вот мы иногда взбирались по горочке вдоль по горочке шли особенно когда обратно ходили там это всякие были приключения там с девочками там кто где идет кто-то обходит слева справа так вот проходили здесь у нас как бы часть одноклассниц тоже жили вот чем так вот проходили здесь так по горочке поднимались не шли по лестнице здесь лес был вот здесь сюда гаражи ну я не в какой-то момент не было не было потом были я помню нас приключения были когда мы на эти гаражи зимой как-то залезали мне вот и нас кто-то оттуда шуганул мы быстренько оттуда побежали с гаражей вот и я очень сильно ко себе коленку разбил когда спрыгивал ну это к делу сильно не относится вот еще здесь вот такой лесок вот лесок он как бы ну в сам вот первые классы он прям был дикий дикий тогда еще такие времена были это же я пошел в первый класс 88 год вот я помню что мы встречая как как-то видели каких-то людей ну я даже сейчас я точно не ручаюсь вот но нам тогда казалось что это мертвые люди которые там вот как бы это лежат может быть просто пьяные были а может действительно мертвые даже времена такие были что ну как бы все могло быть вот на скорее не первый класс а вот когда перестройка началась на вот значит проходили мимо леса здесь ctp в этот ctp ds ds на горке в горке катались соответственно много на снегокатах здесь тоже вот жил мой один одноклассник вот поэтому в этих кругах тоже часто тусовались вот но здесь вот обходили вот так вот поднимались вот такая лесенка там по лестнице да то там же потом не им не имело смысл срезать хотя может когда-то и срезали я уже не помню вот ну и дальше здесь выходили здесь часто болтать вот отсюда всякие тоже одноклассники шли вот пересекались и заходили школу вот действует для футбольное поле вообще наше футбольное поле было вот тут вот на горке вот здесь мы много очень играли футбол ночью футбол квадрат квадрат первую очередь вот на футбол тоже чем много играли вот вот тут вот вот а вот здесь около школы еще одно поле она скорее было не нашим но как бы на него мы начали ходить уже в более взрослом возрасте там старший класс и так далее ну играть со всякими команд с ребятами из других дворов была команда вот этого двора была команда вот нашего двора ситуация разыгрывается ровно сейчас наш баре кто-то добрый градоначальник решил поставить лавочки подъезда с одной стороны бабушки счастливы да и мы как бы там присесть подождать кого-то в принципе дело хорошее но вот моя любимейшая чудеснейшая соседка очень активная пенсионерка воюет с этой лавочкой не на жизнь и на смерть с управленцами которые ставят лавочку она говорит мои окна мы живем на втором этаже ее окна выходят прямо на эту лавочку она говорит как только вы ставите лавочку ее заселяют в ночное время вот эти неблагожелательные элементы я и так у подъезда как бы люди там пусуются и шумят но если у них будет еще и свое лежбище то говорит мне вообще покоя не витать и я вот вижу стоит лавочка завтра ее нету потом стоит на другой стороне у подъезда но завтра ее опять нету то есть война еще идет у других подъездов лавочки все зацементировали поставили у нас вот пока есть бабушка которая держит оборону но мне казалось бы вроде бы удобно но ее тоже можно понять я схиживала по подъездам потому что ну вот как вам это сейчас например ноябрь холодно ты не всегда хорошо оден потому что ну как бы родители не всегда могут вот тебе полный гардероб обеспечить скорее всего у тебя зимняя шуба скорее всего у тебя есть какая-то там куртка от дождя в общем когда наступает такой поздний ноябрь реально стремно холодно и как-то и совершенно некуда пойти некуда пойти вот сейчас ты можно пойти спортом заниматься английским ты можешь в город поехать погулять а тогда ну просто ничего нет и вот собственно поэтому так и много было я так понимаю уличной преступности в 90 то что вот эти все подростки вот те там например 14 лет у тебя кровь кипит тебе учеба это в гробу ты ее видал и вот ты свободен родаков у тебя нету и тебе хочется что-то такое вот замутить а вот что непонятно и все и некуда идти и дальше ну как бы ну поскольку мы были такие все типа приличные деньги не было такого что ты мог в родительскую квартиру пригласить вот как бы компанию тушбанов 10 человека они там будут тусить такого не было там те родители ну даже наверное дело не в приличности а в том что как были родители которые давали строгача родители не разрешали вот приводить друзей домой в их отсутствие они сломают там вазу разобьют или люстру вот и поэтому а где-то встречаться хочется и мы сидели в подъездах вот ну как бы как это было значит 16 этажки это было любимое место для этого потому что ну как бы вот 22 этажку не пускал вахтер в теплушку ты не пойдешь потому что там ну совсем уже вертеп и значит садом и заморка в 9-ти этажку тебя выгонят потому что там лестница она же как бы квартирные площадки там нет отдельной лестнице остаются 16-ти этажки 16-ти этажки это очень удобно заходишь есть кто-то из взрослых там никого вахтера не было кто-то из взрослых тебя встречает и говоришь я иду к Лене там на шестой этаж вот тогда ну как бы это было еще советское общество и там каждый взрослый мог тебя спросить так девочка ты куда и ты должен был как бы сказать я иду к Лене на шестой этаж мы будем вместе делать уроки вот а почему ты без портфеля а у Лены все лежит вот это проходил вот и шел там на незнакомый например шестой этаж были известны примерно вот где этажи где не гоняют и там ну как соответственно на лестнице рядом с этим шестом этажом ты сидел ты закрывал дверь когда кто-то и знаешь выходил например мусор выносить все-таки сразу замолкали чтобы не выгнали потом опять как бы тишина и опять все начинают ржать ну вот сидят на лестнице сидели на батареях на лестницах грызли семечки мусорились плевались понятное дело вот ничего не исписывали вот мы потому что нечем было у нас не было никаких ни баллончиков ничего но если было мы там все это и рисовали но особенно мальчишки вот вот как-то так но я помню мы не курили и не пили вот как бы ну просто вот грызли семечки и и матерились мальчишки отлично вот такие у нас сегодня забавные истории значит да получается вы точно заметили вот значит открыл youtube посмотреть обогнал ли я кого-нибудь со своими 17 подъездами вижу что только вот вровень кто-то идет а так никто ничего не написал вот еще конечно хотел сказать да большой привет если кто-нибудь из коллег на меня смотрит да кто написал литовский проспект вместо бульвара вот большой вам привет вот значит ну что же мы с вами посмотрели даже не только на этот самый один единственный дом и даже не только на один единственный двор но на самом деле отчасти на целую эпоху сегодня вот житель семнадцатого подъезда еще один вот он перед вами во всей своей красе семён давай покажи себя вот только не надо наступать на клавиатуру потому что да получается странные очень эффекты надеюсь вы их не видели и не слышали вот что же здесь о 10 я кого-то обогнал по крайней мере ну что это тоже довольно любопытно и интересно действительно да но обогнать всегда приятно вот эти эффекты до того что у нас эти вот длинные значит дома это продукт да и следствие того планировочного решения этого проекта который притектор яков борисович милопольский и его команда из мост проекта один придумала для ясенева и мы на самом деле с вами уже несколько раз говорили про особенность этих решений да про то как рельеф был обыгран помните мы начинали с вами экскурсию с если скользко парк не за счет река биться и от нее куда бы ты ни шел отойдешь вверх 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 вдоль самой биться ближе к теплому стану к высшей точке москвы до по притокам биться например вдоль бульвара к одной из самых высоких точек да с которой прекрасная панорама половина района открывается где можно видеть салют у нас у нашего культурного центра вдохновение да и вот этот рельеф был обыгран как раз игрой вот этих вот домов до 9 16 и 22 этажек которые обозначают этот бульвар 9 и 16 этажки окаймляют друг друга и получается что этот мягкий подъем и спуск он обыгран да вот разной этажностью домов да вот это то самое новое решение которое было здесь применено и которое делает наш яснел отличающимся от других всех районов и вообще таким особенным действительно да вот ну что же может кто-нибудь все-таки меня обгонят не никто ничего не обгонят меня у меня кстати есть тоже как раз за прудом дома где есть квартиры ближе к тысяче приближающихся нумерации потому что там разные корпуса имеет одну нумерацию такое тоже бывает вот как то так у нас с вами такая же как сегодня было небольшое погружение да вот в эпоху еще одно подобное довольно длинное будет следующий раз да увидимся с вами в пятницу уже послезавтра то у нас получается да послезавтра правильно 6 часов вечера отправимся наверное на одно из самых романтичных названий нашего района на словины проезд и наша тема там будет не про один объект как у нас обычно бывает а сразу про несколько футбольных поля с разных сторон от словиново вот присоединяйтесь к нам послезавтра дети своими историями мы сочет поделимся своими вот и надеюсь скоро увидимся уже на улицах нашего района вот но пока ждите да на этом всем пока счастливо увидимся в моем ясене на канале культурного центра вдохновения и